Здравствуйте дорогие слушатели, меня зовут Валер Владислав Владимирович и сегодня я расскажу вам о одной из главных новинок ПК Лера 10.6, а именно задачи стационарной теплопроводности. На данном этапе в ПК Лера 10.6 стационарная теплопроводность может быть задействована в связке с такими типами задач. Именно линейная статическая задача с разложением по собственным формам колебаний, линейные и нелинейные монтажные задачи и нелинейная статическая задача. В ПК Лера 10.6 к существующему уже инструментарию добавились некоторые функции, которые помогают нам создать задачу стационарной теплопроводности. А именно, это свойства материалов. Теплофизические свойства добавились к уже существующим материалам и добавились специальные материалы поверхностного теплообмена. Добавилось 17 новых видов нагрузок, которые используются как граничные условия. Добавилось библиотеку загружений, загружения и вычисления температурного поля, которое работает как самостоятельное загружение в линейной задаче и как стадия нелинейного загружения или как стадия возведения сооружения в монтажной задаче. Также добавилась связь по теплообмену. Это уже восьмой тип связи в ПК Лера 10.6. И была актуализирована база конечных элементов и также добавились три специальных конечных элемента для моделирования конвекции для поверхностного теплообмена. Что касается материалов, то тут у нас такие новинки. Добавились два специальные материала. Это поверхностный теплообмен по линии для стержней и поверхностный теплообмен для пластин. Также у нас добавились некоторые теплофизические свойства материалов. А именно это коэффициент теплопроводности и была заведена удельная теплоемкость на будущее, когда будет реализована нестационарная задача теплопроводности. По новым конечным элементам, то тут у нас такие нововведения. Это конечный элемент 168. Это стержень поверхностного теплообмена, который позволяет моделировать температуру внешней среды и обмен теплом с внешней средой, то есть конвекцию. И это пластины поверхностного теплообмена, это 162 и 164 конечные элементы, 3 и 4 узловые, которые исполняют ту же функцию, что и стержень, только в связке с объемными элементами. Стержни работают в связке с пластинами, либо со стержнями. Касательно нагрузок. Добавилось 17 видов новых нагрузок, как я уже говорил. И пройдемся по отдельным видам нагрузок. Сперва нагрузки на узел. Тут добавилось 2 новых вида нагрузок. Это заданная температура в узле и сосредоточенный тепловой поток в узле. Что касается нагрузок на стержень, тут у нас 4 новых вида нагрузки. Это сосредоточенный тепловой поток, равномерно и неравномерно распределенный тепловой поток и температура окружающей среды, которая назначается на специальный конечный элемент 168. Стержень поверхностного теплообмена. Нагрузки на пластину. Тут у нас добавилось 6 видов новых нагрузок. Это сосредоточенный тепловой поток в какой-то точке пластины, равномерно распределенный тепловой поток и неравномерно распределенный тепловой поток по всей пластине. равномерно и неравномерно распределенный тепловой поток по линии и температура окружающей среды. Эта нагрузка специально задается на конечные элементы 162-164 для моделирования конвекции и других процессов. Нагрузки добавилось и на объемные конечные элементы. Тут три новых вида нагрузки, как мы видим. Это сосредоточенный тепловой поток в какой-то точке объемного элемента, равномерно распределенный тепловой поток по всему конечному объемному элементу и равномерно распределенный тепловой поток на грани объемника. И еще есть два вида нагрузки, которые входят в группу другие виды нагрузок. Это трапециевидная нагрузка на группу и нагрузка по функции на группу. Они по функции и по заданию схожи с обычными нагрузками, которые входят в другие виды нагрузок в статической задаче. То есть мы выбираем узлы и по функции, которая зависит от координат, либо же трапециевидную нагрузку, задаем сразу на какую-то группу элементов. Для того, чтобы ускорить процесс задания, если это нам облегчает работу. Что касается связи по теплообмену. Как мы видим, добавился восьмой тип связи, теплообмен T. Этот тип связи нам помогает прекратить распространение тепла. Мы назначаем его, как мы видим, на этой толстостенной трубе. Внутри трубы у нас какая-то температура есть. Она распространяется, но доходит до связи по теплообмену, которая назначена в узлах по всей толщине трубы. По длине точнее. И температура прекращает распространяться тепло по этой толстостенной трубе. Мы видим результат температурное поле. Загружение и вычисление температурного поля. Тут у нас в линейной статистической задаче с разложением по собственным формам колебаний, как обычно, можно проводить или не проводить анализ устойчивости. Если же мы решаем задачу термоупругости и нам нужно учитывать влияние моментов, мы выбираем этот режим. Либо же мы не учитываем влияние моментов при анализе устойчивости. Что касается линейной монтажной задачи, то тут у нас есть загружение, стадия возведения сооружения с вычислением температурного поля. Либо же можно использовать загружение, вычисление температурного поля, как нагрузку уже на смонтированное сооружение. В нелинейности у нас это загружение, вот мы видим окно, окно, знакомое пользователям предыдущих версий Покалира 10.6, стандартное окно нелинейных загружений. У нас есть тут 4 метода приложения нагрузки, равномерное приложение нагрузки, автоматический выбор шага, пользовательский выбор шага и автоматический выбор шага с поиском новых форм равновесия. Но этот метод приложения нагрузки не работает у нас в монтажной задаче. Его можно использовать только в нелинейной статической задаче. Что касается результатов расчета, то для задачи стационарной теплопроводности мы можем посмотреть распределение температуры по узлам и по элементам. И для задачи термоупругости мы можем посмотреть все доступные ранее результаты расчета, в том числе перемещение, внутренние усилия, напряжение и так далее. Вот, к примеру, некая модель радиатора. И посмотрим, как распределяется температура, то есть результаты для расчета температурного поля. В вкладке спецрезультаты нужно нам нажать на результаты вычисления температурного поля. У нас откроется окно с результатами, которые мы можем выбрать просмотр результатов по узлам, либо по элементам. Вот, наша модель имеет постоянную температуру в основании и внешняя температура, которая моделируется 164-ми конечными элементами, да, приложена какая-то внешняя температура окружающей среды. Вот у нас результаты распределения температурного поля по элементам. Что касается сдачи термоупругости, то тут у нас все стандартно. Тут, как мы видим, какая-то абстрактная сфера с отверстиями на полюсах. По грани этих отверстий есть у нас температура. На условном экваторе у нас тоже температура, которая отличается. Вот мы можем посмотреть на из-за поля перемещений на деформированной схеме. Также у нас доступны все результаты, вот как на слайде, к примеру, результаты по главным напряжениям, либо же по эквивалентным напряжениям. В данном случае тут результаты выведены по пользовательскому сочетанию. Тут добавились результаты от самой температурной нагрузки и результаты от внутреннего давления, которое было в другом загружении. То есть вычисление температурного поля работает как в РСН, так и в РСУ. Мы можем посмотреть результаты, как мы видим на экране. Ну и для того, чтобы удостовериться в правильности решения, мы приведем вам несколько тестовых задач. Вот, к примеру, тестовые задачи теплопроводности. У нас есть какой-то цилиндр. Ввиду симметрии мы рассматриваем 1,4 часть его. Характеристики, размеры приведены на экране. На внешней и внутренней поверхности у нас задана температура внешней среды и какой-то коэффициент теплообмена. Вот мы можем посмотреть на результаты с источником. В принципе, результаты полностью фактически сходятся. Погрешность минимальная. И у нас вот картина распределения температуры по стенке цилиндра. Так, вот еще одна сдача теплопроводности. У нас, опять же, какая-то цилиндрическая стена. На внутренней поверхности у нас задана температура 500 градусов Цельсия. На внешней поверхности у нас задан тепловой поток. Тепловой поток у нас со знаком минус. То есть система у нас теряет тепло. Можно, как обычно, посмотреть результаты и сравнить их. То есть погрешность у нас в пределах 3%, почти 3%. То есть для такого типа задач это допустимо. Критерий правильности решения есть у нас. Сходится, удовлетворяется. И вот у нас результаты распределения температур по этой стене. Так, и задача термоупругости. Вот у нас какая-то сфера. Мы рассматриваем одну восьмую частью в виду симметрии. Аналитическое решение, формула для аналитического решения приведена в верхнем левом углу. Посмотрим на то, как сходятся результаты. Видим мы, что сходимость очень хорошая с аналитическим решением. И можно посмотреть, к примеру, из-за поля перемещений. В данном случае по направлению Z. На этом спасибо за внимание. До новых встреч.